КОММЕНТОВА Особливая увага будет на дадзинае электронницы, такой, как чипы, микросхемы и другие электронные компоненты. Также будет более строгий контроль над экспортом товаров, на которые используются выключения санкционного регламента, таких как медично-диагностичное обстановление, разные механизмы, их детали и аналогичные товары. Новые правила контроля начнут действовать с 11 листопада. Лукашенко доручил чиновникам распрацваться от пакет для молодых специалистов, которые будут работать на селе. На думку диктатора, такая захода змотивует молодь ехать на отпрацовку в везку и заставаться там жить. Гидкие думки Лукашенко огучили на областных даженках у Полоцку. Ее надзначат, что в Украине появилось много молодых фермеров, которые занимаются выращиванием разных культур. Однако такую практику, мауляу, треба поширать и шукать новые стимулы для того, как, цитата, вернуть молодь у село. Гэтак, поводли диктатора, у социальный пакет для молодых специалистов, что працуют у везцы, повинна уваходить арендное житло, финансовое и транспортовое забеспечение, да и иншее. Российскую икру, якую продают в Беларуси, признали небеспечной. У гэткой продукции выявили кишечную палочку. Небеспечные продукты знайшли у вытворцев икры Камчатская мора, Мерыдыян, Усходний Берег, Стушка, Сахалин Рыба, Роль Блэк, Форвард Цен и Московский Рыбокомбинат. Поведовляется, что икру заховывали и перевозили с порушениями. Специалисты попередживают, что тропляние кишечной палочки организм погрожает харчовым отручванием, правда, при пылных умовах. Як правило, отручвание выкликает продукт с вельми великим осеменением гэтыми бактериями, або продукт, у яким присутнішуюсь патагенные простовники гэтой группы. Трагеды у Жабенковским районе. Тягник насмерть сбил 22-годового молодёна. Поведомляется, что хлопец, ягоная мать и сяброка, у вечер трагеды верталися жабенцы у берасте. Пабачивши грузовый тягник, який еху у ихный бок, яны выршили перабегче чагуночные шляхи. Увы, няку машинист экстренно стал тормозить, а ля локомотив не спынився. Маладзён загину на месцы. Про ягоных спадорожниц нічого не вядома. Российские войскуцы атаковали Украину. Яны выпустили 92 шагады авиацийные и баллистычные ракеты на Киевскую, Одесскую и Харковскую области. У Харкове удары зазнали Салтыкулске и Шалченковске районы городу. Один снараду трапил шматповерховый дом. Як минимум 25 особо упоранены. Шастер раз їх шпитализовали. Пашкоджанная гандлёвая павильоны, крамы, автомобили, выходы станции у метро. У Одессе у вынику атаки як минимум одна особа загинула. Ясше 9 потерпели. Пашкоджанная два жилые дамы и школа. У Киевским районе пошкоджанная шесть приватных домов и непрацовная АЗС. Четыре особа отрымали ранені. Один человек у тяжким стане. У свою чергу на територию России сбили 17 беспилотников. Про это поведомляет Министерство обороны краины. Паводли звездок ведомства. Шесть дронов знищили над Воронежской областью. Четыре над Белгородской. Ещё один над Бранской и шесть над Саратовской. У опушни обломки дрона упали у промысловой зоне. Там месяца нафта перепрацовший завод. Телеграм-канал Астраса с посылкой на мясцовых жихаров публикует меркованые видеопожару на предприемстве. В Амстердаме отбылась серая нападу на израильских заузяторов. Инцидент здарился после футбольного матчу помеж голландским клубам Аякс и Макаби Стеля Виву у межих Лиги Юропы. Напады отбылся по всем городе. Нападники арабы выкрикывали про палестинские вокличи, у некоторых з них были ножи. Принамсе 10 израильтян отрымали травмы. Ясчай двое зникли без весток. Поведомляется, что некоторые израильские заузяторы спробовали сховаться у крамах и инших установах. У вынику на место здарения прибыла голландская полиция. Поздней ведомство заявило про минимум 57 затриманных. Премьер-министр Израилю Беньямин Натаньягу назвал напад планованным и организованным погромом. А так само выслал у Амстердам два самолеты для беспечной эвакуации своих грамадзян. Темчасом у Польши отбылся матч помеж Варшавской Легией и Менским Динамо. У вынику белорусская команда прогуляла з ликом 0-4. При этом самое интересное отбывалось не на поле, а на трибунах. Белорусские заузяторы принесли на стадион безлиш бел-червоно-белых стягу и баннеры с политическими выказываниями супрацережиму Лукашенко. Рубрика без комментара. Футбол, я не думаю, что тут будет шмат. Мне очень хочется побачить шмат белорусов, которые могут сказать то, что не могут сказать белорусы внутри страны. Мы пришли на этот матч не для того, чтобы заузить за Минское Динамо, а для того, чтобы сказать Лукашенко, что мы не сдаемся. Мы будем протягивать борьбу. Ты боишься нас. Ты боишься белорусской науку белоруссии. Ты боишься белорусов. Нам тут, в Варшаве. На этом я с вами развитываюся. Захвач выделиться нашим выданним, коли это для вас безопасно. А так само читать Белсад у Телеграм. QR-код на ваших экранах. Усяго вам доброго и до встречи. Продолжение следует...